Майские указы Их Владимир Путин подписал 5 лет назад, в день инаугурации на 3-й президентский срок. Их Владимир Путин подписал 5 лет назад, в день инаугурации на 3-й президентский срок. Их Владимир Путин подписал 5 лет назад, в день инаугурации на 3-й президентский срок. Из краевого бюджета выделяется около миллиарда рублей. Востребованность МФЦ с каждым годом растет. Только в прошлом году в отделение края жители обратились более 6,5 миллионов раз. Количество МФЦ сегодня растет, но нужно понимать, чтобы было не только количество, но и качество. Ведь форма это еще не содержание, об этом тоже, кстати, не раз подчеркал президент. Это должно быть уважительно со стороны работников МФЦ. Это должно быть качественно с точки зрения оказания самой услуги. А если у нас только вывески на МФЦ находятся, а реально за вывесками ничего не стоит и нет реального удовлетворения человека, обычного жителя края, который пришел в МФЦ, то тогда нет смысла эти вывески им множить. Вы в курсе, что в многофункциональных центрах можно будет получить загранпаспорт нового поколения, так называемый биометрический? Всего же в России создано 2777 МФЦ. Благодаря созданию сети центров МЭИ Документы за последние несколько лет среднее время ожидания в очереди за получением госуслуг сократилось в 2,5 раза. Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Создание условий, когда граждане могут обратиться в любой многофункциональный центр, независимо от места проживания и регистрации, президент Владимир Путин называет принципиальной задачей. Сегодня в центрах МЭИ Документы можно оформить сертификат на материнский капитал, свидетельство индивидуального предпринимателя, зарегистрировать собственность, всего 212 услуг. На сегодняшний день подготовлен законопроект и на оплату госпошлины через сотрудников центров МЭИ Документы. Проект стал успешным, но несовершенным, считают сами клиенты. Ну а как совершенствуется МФЦ Краснодарского края, в частности города Сочи? О перспективах и достижениях мы поговорим с директором МФЦ Курорта. Наш гость сегодня Илья Просветов. Здравствуйте, Илья Александрович. Здравствуйте. Как мы видим, работу МФЦ обсуждает и президент на госсовете. Процитирую его. Проект по созданию многофункциональных центров стал успешным, но на достигнутом нельзя останавливаться. Мнения и пожелания людей должны стать основой для дальнейшего совершенствования, заявил Владимир Путин. Илья Александрович, вас попрошу в нескольких предложениях сформулировать, для чего вообще нужны многофункциональные центры, мои документы, и для чего люди обращаются за услугами именно к вам. Как известно, в день за консультацией услугами в МФЦ обращаются более 350 тысяч граждан Российской Федерации. Большое спасибо за вопросы, за приглашение в студию. Хотелось бы отметить тот факт, что МФЦ на сегодняшний момент, если коротко говорить, это то место одно, в которое человек приходит для того, чтобы получить массу услуг. На сегодняшний момент это порядка 912 услуг. То есть человек, желающий зарегистрировать право собственности, желающий получить прописку, обменять паспорт, поставить ребенка на учет в детский сад и получить путевку в детский сад, получить разрешение на строительство, ряд других муниципальных и государственных услуг, все это делается теперь в одном месте. Но здесь нужно заметить один общий факт. МФЦ является местом организации предоставления государственных услуг, а не непосредственно самих, самого предоставления. Мы принимаем документы, формируем соответствующий пакет и направляем в органы-исполнители постоянно держа на контроле сроки исполнения услуг, что очень важно. На тот момент, когда органы-исполнители вовремя не направляют готовый результат исполненной услуги обратно в МФЦ, мы принимаем соответствующие меры по информированию руководящих лиц, непосредственно органов-исполнителей и контролирующих организаций о том, что данными службами нарушен тот или иной срок предоставления соответствующей услуги. То есть обращаются потому, что очень удобно. Принцип одного окна, можно сказать так. Да, принцип одного окна был обозначен непосредственно и в самом федеральном законе 210, который был принят именно в рамках реализации программы развития МФЦ на территории всей Российской Федерации, после чего было выиздано постановление правительства 1376, в котором четко обозначили правила предоставления государственных муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных муниципальных услуг. Там четко прописали площади помещений, каким стандартам они должны соответствовать, то есть должна быть доступность маломобильных групп граждан, соответствующее количество окон на определенное количество жителей в муниципальном образовании либо соответствующего субъекта. Соответственно, даже время ожидания в очереди и то законодательно прописано, которое мы должны неукоснительно соблюдать. Большое внимание развитию в нашем регионе организации и предоставлению государственных муниципальных услуг уделяет губернатор Краснодарского края. Давайте посмотрим видеосюжет о том, как Вениамин Кондратьев побывал в Краснодарском МФЦ. Прийти по делам в многофункциональный центр уже давно дело скорее сиюминутное, чем труднопрогнозируемое. Люди, попадая в помещение, быстро рассредотачиваются. Ни один специалист из десятка окон не простаивает. Я заказал мне справку, оплатил деньги. Сейчас пришел, выдали мне справку. Все, идите, оформляйте свои документы. Работа в правильном направлении. Люди не тратят много времени, решают в одном окне множество своих проблем. Только в МФЦ Западного округа Краснодара ежедневно за различными справками и оформлением документов обращаются полторы тысячи человек. Сколько всего людей ждут своей очереди, видно на интерактивном табло в режиме реального времени. Главе региона Венемину Кондратьеву объясняют. Техника подсчитала, что среднее время ожидания в этом комплексе чуть больше восьми минут при нормативных пятнадцати. Кондратьев такую статистику решает уточнить у посетителей. Временной проминуток в очереди сколько? Пятнадцать минут или тридцать минут? Тридцать бывало, но чаще пятнадцать. А вы считаете, какие услуги необходимы, прям вот прям горячая строчка, чтобы здесь оказывались? Все, что у нас было, какие мы нуждались, какие услуги, да, ну то есть оформление жилья, поставки на учет жилья, вот посадим. Садик, все сейчас, все замечательно, все в одном месте, далеко не надо идти, все рядом с домом. Все уже протестуют, все нормально? Да. Центры, где под одной крышей можно получить больше сотни документов и свидетельств, есть в каждом районе края. Только в Краснодаре их пять. Еще один планируют открыть, но это далеко не все новшества, которые хотят внедрить в систему. В ближайшей перспективе чиновники и вовсе надеются избавиться от бумажек. Формула многофункциональных центров – работа по принципу одного окна, когда в одном месте можно подать заявление по разным направлениям и здесь же получить результат. Но и эта некогда революционная схема уже устаревает. К 2018 году 70% граждан должны получать государственные муниципальные услуги в электронном виде. В этом случае даже к такому окну подходить уже не потребуется. Планируется, что человеку достаточно будет зайти на правительственный портал, нажать кнопку на компьютере и ждать результаты дома. Но пока такая система разрабатывается, все силы надо бросить на улучшение многофункциональных центров сейчас, напоминает Кондратьев уже на совещании. Ведь недовольными работой МФЦ остаются 3% кубанцев, а это больше 100 тысяч человек. Что требуют люди? Максимального внимания, просто человеческого внимания. Со стороны тех, кто принимает у них документы и их консультирует. А когда их футболят, они это тоже ощущают. Главы, возьмите на личный контроль работу центров под личный контроль и не относитесь к этому формально. И при вашем личном контроле, я уверен, что не будет и формализма, и не будет вот тех нареканий на то, что я пришел и подготовил документы, а меня с ними отправили. Сейчас многофункциональные центры предоставляют 146 госуслуг. Их цифра увеличится еще больше, когда в эту систему внедрится и Краевой Минсельхоз. А вот среди аутсайдеров по желанию настроить работу совместно с МФЦ не в первый раз оказывается миграционная служба. Мало того, что их специалисты есть далеко не во всех центрах и перечень услуг весьма ограничен, так и напрямую в своих отделах работа находится порой в ужасном состоянии. Такую оценку дал мониторинг регионального отделения Общероссийского народного фронта. Федеральная миграционная служба. А где руководитель-то ваш? В 11 часов 15 минут по телефону мне поступила от него команда принять участие в совещании в связи со срочным выездом в Ростов. Я обязательно дам поручение официально перепроверить. Он может ездить по Ростову и куда угодно, при условии, если в его работе нет вопросов. А если не возникает то, что видел на кадрах, то просто-напросто он может один раз уехать и уже не возвращаться. Уважаемый Вениамин Иванович, уважаемые коллеги и участники совещания, к сожалению, то, что сказала Светлана Викторовна, имеет место быть. И это не впервые. Это не новость для нас, как, впрочем, и для всех. Периодически поступают жалобы, снимают кадры, прокуратура не даст соврать. Нас постоянно проверяют по этому вопросу. Чтобы увеличить число предоставляемых услуг, в крае дополнительно откроют еще 131 окно. Все это в конечном счете ударит и по очередям там, где они еще остались. Среднее время ожидания в краевых МФЦ чуть больше 12 минут укладывается в норматив. Но есть места, где эти цифры кажутся чем-то недосягаемым. Например, в Новороссийске в среднем в очереди можно простоять полтора часа. В Крыловском районе 40 минут, в Староминском чуть меньше полчаса в очереди. По некоторым главам такая даже ветхость чувствуется в работе. Не понимаю, если определенные члены вашей команды не могут расстаться с очередями в собственные кабинеты, тогда разгоните членов ваших команд. Просто они привыкли, что есть очередь, только не где-нибудь, а к себе. Под дверь. Так вот с этим надо завязывать. Я говорю, завязывать с дефицитом, который искусственно создается. Сроки сжаты и времени нет. Как таковых проблем нет. Потому что ваши коллеги и в Краснодаре, и большая половина края, они находятся на высоком уровне по работе МФЦ. Значит, все можно при желании. К концу года число обращений в краевые многофункциональные центры, скорее всего, достигнет отметки в 5 миллионов. И, как подсчитали специалисты, услугами МФЦ в крае пользуются практически каждый взрослый житель региона. К слову, недавний рейтинг Минкомсвязи по работе МФЦ в регионах показал, что Краснодарский край находится в числе лучших по стране. Вот благодаря чему и по каким показателям удается так отличаться? Ну, я вам скажу, что глубокого анализа непосредственно самой работы всех МФЦ я сам не проводил, так как это непосредственно проводится с Минэкономразвития. Но действительно знаю о том, что существуют рейтинги как субъектов, так и непосредственно муниципальных образований, в которые включены ряд показателей по количеству принятых пакетов, выданных пакетов, по количеству отказов. То есть по той работе, которая должна вестись непосредственно в самом МФЦ. И по отзывам довольных и недовольных заявителей, которые воспользовались услугами уже непосредственно МФЦ. Как бы то ни было, на сегодняшний момент основная масса людей очень хорошо оценивает развитие сети МФЦ. И действительно, неоднократно сам присутствовал на форумах, проводимых именно в рамках МФЦ будущего, общие проблемные вопросы развития организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Российской Федерации. Где встречаются руководители как муниципальных, так и областных, региональных многофункциональных центров. И обсуждается проблематика взаимодействия работы с заявителями. И действительно, Краснодарский край достоин, скажем так, того места, которое на сегодняшний момент занимает. Так, в 2015 году адлерское подразделение МФЦ заняло на Всероссийском конкурсе почетное место лучшего МФЦ Российской Федерации. В связи с чем было награждено благодарностью правительства Российской Федерации, в 2016 году мы тоже принимали участие в конкурсе, но уже в рамках лучшей специалиста МФЦ. И наша сотрудница Лазаревского подразделения многофункционального центра стала лучшей в Краснодарском крае. Была номинирована на Всероссийский конкурс. Однако здесь мы в конкурентной борьбе немножко уступили и не смогли занять с кем-то кидирующей позицией. Однако до сегодняшнего момента, присутствуя на всех форумах, мы видим прекрасно о том, что как сам регион, так и муниципальное образование города Сочи, очень высоко работает в направлении развития организации предоставления муниципальных и государственных услуг. Мы стараемся не только соответствовать тем требованиям, которые нам предъявляет законодательство, но и развивать дополнительные сопутствующие так называемые услуги, которые позволяют гражданам облегчить те или иные услуги. В частности, если человек хочет купить либо продать свое недвиженное имущество, то ему в любом случае нужно напечатать договор купли-продажи, который он может сделать в принципе либо самостоятельно дома, либо в любой посреднической организации, либо непосредственно в МФЦ. То есть да, конечно, это отдельная сопутствующая платная услуга, но при этом она существует. В то же время на сегодняшний момент есть и такие услуги, которые не являются дополнительными платными, но при этом остро востребованы заявителями. На сегодняшний момент прописка – это очень острый вопрос для всех россиян, и в частности для муниципального образования города Сочи. Раньше, до появления МФЦ, зачастую данные услуги оказывались только непосредственно в ФМС, и бланки все на прописку обычно люди заполняли либо самостоятельно, либо в некоторых сторонних организациях заплату. На сегодняшний момент с учетом возможностей программы, которая у нас стоит, наш информационный комплекс, с учетом проработки возможностей автозаполнения, мы стараемся уже все заявления и бланки заполнять на моменте приема документов для заявителя абсолютно бесплатно, что немаловажно. Это можно сразу проследить по тем обращениям, которые к нам идут. В частности, зачастую все многодетные семьи идут за прописками непосредственно в МФЦ, так как сэкономленные деньги – это немаловажный плюс в бюджете семьи. А ожидается ли еще большее расширение списка предоставляемых услуг МФЦ, к примеру, выдача загранпаспортов нового поколения? В планах выдачи загранпаспортов нового поколения, она в планах, почему? Потому что она должна была быть реализована еще с 1 ноя 2017 года, однако ввиду не до конца урегулированного полностью вопроса, так как все-таки паспорт гражданина Российской Федерации – это документ, удоставляющий личность. Загранпаспорт – это все-таки документ, удоставляющий личность за территорию Российской Федерации, но все-таки этот документ именно личностный. Соответственно, есть соответствующие правила его хранения, его выдачи. И биометрические паспорта – это некий новый шаг, который все-таки подразумевает наличие неких биометрических параметров, то есть это уже, соответственно, защита персональных данных. Соответственно, предоставляет данные услуги, то есть ее организация в МФЦ, были перенесены на 1 января 2018 года. То есть мы полагаем, что с 1 января 2018 года данная услуга, вполне возможно, будет реализована и будет запущена в тех центрах, которые будут оборудованы по тем требованиям, которые на сегодняшний момент четко формируются правительством Российской Федерации. Так будут сформированы четко понятные требования по оборудованию, по укомплектации. Соответственно, будут сформированы непосредственные процедуры по закупке данного оборудования, обустройству центров, ну и в последующем реализация непосредственно организации предоставления услуги по выдаче заграничного паспорта биометрического. Раз мы уже заговорили о персональных данных, действительно, вот мы живем в век глобальной информатизации, поэтому вопросы сохранения персональных данных стоят особенно остро. Вот ваши клиенты могут быть уверены в том, что хакеры не похитят их персональные данные? Вы знаете, вопрос персональных данных на сегодняшний момент действительно очень остро стоит не только, наверное, в муниципальном образовании, или в Краснодарском крае, или даже в Российской Федерации. Это вообще общий тренд, так как люди, когда получили доступ к информационным сетям, информационным базам, сами начали бесконтрольно пользоваться и выкладывать, скажем так, в эти сети ту информацию, которая может каким-то образом прямо либо косно навредить им в их личной жизни. В то же время при реализации именно организации предоставления государственных услуг в МФЦ, конечно, мы четко следовали тому закону, который на сегодняшний момент существует, это федеральный закон номер 152 о защите персональных данных. Соответственно, все наши центры полностью оборудованы соответствующим программным обеспечением, соответствующими дополнительными хранилищами для того, чтобы мы могли в нужное для нас время, можно сказать, закрыться в коробочку и не потерять те данные, которые у нас существуют. То есть доступ извне в нашу внутреннюю сеть, он категорически запрещен и недопустим. То есть это своя локальная сеть, в которой данные персональные данные, которые получаются от заявителя и хранятся в этой сети. Мы на сегодняшний момент прорабатываем вопрос администрации города Сочи и управлением информатизацией связи администрации города Сочи на предмет того, чтобы по муниципальным услугам перейти на безбумажный документ оборот. Это ускорит процесс реализации самих услуг, это сэкономит бюджетные средства и позволит минимизировать человека затраты на обработку документов, которые у нас существуют. Поэтому, конечно, что касается защиты персональных данных, это вопрос очень острый, он стоит постоянно на постоянном контроле. И те услуги, которые пытаются внедрить новые, изначально прорабатываются, а при их реализации, при организации, будут ли нарушены права заявителей или не будут. И если, скажем так, есть некая опаска по нарушению либо разглашению персональных данных, то вопрос по включению данной услуги в реестр, либо в договор, или дополнительное соглашение, которое подразумевает ее предоставление на базе МФЦ, он откладывается до того момента, пока не будет реализована полная защита от возможной утечки персональных данных в сеть, какую-то в левую. Вот и отлично. И если вы не против, Лея Александрович, давайте вообще напомним историю создания этой организации. История организации очень веселая. В 2010 году, когда был издан федеральный закон 210, практически сразу в первых же месяцах, скажем так, в 2010 году в городе Краснодаре, в городе Сочи было организовано МФЦ. Это было муниципальное МФЦ. По сути, все, кто открывался в 2010 году, проходили шаги становления. И город Сочи, на мой взгляд, на территории Краснодарского края был в числе лидеров, а может быть, даже единственным лидером, который сумел, дойдя до правового регулирования, создать ту систему, которая влилась довольно-таки плотно, не меняя каких-то внутренних структурных рабочих моментов. То есть та форма организации в виде приема документов, бэк-офиса, то, как документы контролируются, курьерская служба. То есть вот все то, что создавалось с 2010 года, оно по сей день прекрасно функционирует и показывает свою, скажем так, функциональность, работоспособность и актуальность. В 2015 году, как я уже говорил, это было подтверждено соответствующими благодарностями в адрес именно Сочи и Краснодарского края, вот как лучший МФЦ, это подразделение Адлерского ОСП. Хотелось бы на Адлерском ОСП, если можно, два слова тоже уделить. Вот Адлерское ОСП – это очень интересный объект. Это непосредственно здание, построенное, спроектированное под МФЦ, по, скажем так, последнему слову техники. То есть там соответствующие уровни защиты, соответствующая защита от перебоев и перепадов напряжения, соответствующее хранилище, вот так называемое серверное, которое оборудовано соответствующим оборудованием, на случай пожаров, наводнений, то есть чтобы у нас не было никаких возможных сбоев. Илья Александрович, а вытащите, пожалуйста, результаты работы МФЦ в 2016 году и первом полугодии 2017. В 2016 году, если мне память не изменяет, было организовано, принято, точнее, пакетов документов, порядка 320 тысяч, при этом выдано порядка 230. На сегодняшний момент за первое полугодие 2017 года уже порядка 180 тысяч пакетов принято у нас, что показывает рост услуг, соответственно, а второе полугодие, как всегда, показывает еще больший, то есть мы понимаем, что второе полугодие будет не 180, а порядка 200, и порядка 140 тысяч уже выданных результатов услуг, что, опять же, показывает у нас рост. Действительно, даже за 2017 год, если мне память не изменяет, у нас к услугам 2016 года добавились новых порядка 10 или 12 услуг. И в течение следующего полугодия обещают, то есть прогнозно, вполне возможно, будет увеличение еще на 10 или 20 услуг. А каждая дополнительная услуга – это в любом случае увеличение человека потока, приходящего в МФЦ, соответственно, и увеличение количества оказанных услуг. Многие из людей, кто часто пользуется услугами МФЦ, должны были заметить, что у нас, ну, не более чем, наверное, месяца или полтора назад, мы все-таки ввели администратора зала, девочку, которая находится в непосредственной близости возле терминала, которая помогает выдавать людям талоны, потому что довольно-таки сложно бывает им определиться, какая же услуга им необходима, государственная или муниципальная, ее название. А также помогать оплачивать государственную пошлю, что тоже довольно-таки сложно для людей бывает, хотя интуитивно понятный интерфейс сделан на самих терминалах, но все-таки бывают возникают вопросы по выбору той или иной информации и правильному введению нужных параметров для того, чтобы оплатить квитанцию, которая так необходима для предоставления той или иной услуги. Действительно, давайте о сотрудниках. Как вы отметили, в день вы принимаете огромное количество людей, на первичном приеме у вас работают молодые парни и девушки. А по какому принципу вы набираете специалистов и хватает ли им терпения? Вы знаете, действительно, в течение, наверное, рабочего дня во всех четырех центрах проходит порядка пяти тысяч заявителей. Это если мы говорим именно по той статистике, которая ведется в виде принятых, либо проконсультированных. А так как у нас большинство людей приходит с другом, с мужем, с детьми, то вот этот человекопоток, он может достигать 10 тысяч за день. Соответственно, конечно, идет очень колоссальная нагрузка на специалистов, моральная. Именно в том плане, что довольно-таки сложно. Мы же как рыбки в аквариуме. То есть это не отдельно персональные кабинки, это в принципе специалист, который сидит напротив заявителя, а за заявителем все остальные ожидающие. Поэтому сам специалист находится под неусыпным взглядом всех заявителей, и все его действия должны быть, мягко говоря, отточены, правильные, максимально в короткое время, четкими и слаженными. Конечно, такой поток информации, такой поток морального давления, наверное, и может выдержать именно молодое поколение, которому в принципе общаться не лень. Они еще не социопаты, они любят общаться, они любят видеть людей, и у них горят глаза, когда они приходят и садятся принимать эти услуги. На сегодняшний момент заработная плата по МФЦ – это средний уровень заработной платы по всему городу. Поэтому сказать, что мы платим какие-то там гроши и заставляем работать много – это неправда. То есть работа сложная, но не невозможная. Мы уже поняли, что вы очень много работаете. А чем еще живет ваш коллектив? Судя по информации, которую вы распространяете в соцсетях, ваши работники активно успевают участвовать и в сдаче норм ГТО. Стараемся устраивать некие… точнее, выстраивать рабочие процессы таким образом, чтобы было некое соперничество доброе, чтобы не получалось, что люди, работающие абсолютно по-разному, получают одинаковый заработной плат. То есть мы стараемся искать механизмы стимулирования работников к тому, чтобы они принимали быстрее, принимали лучше, качественней, но при этом, я же говорю, чтобы они оставались морально крепкими, они выжимались как лимон и не уходили через месяц или два со словами, что я больше не могу. Потому что очень важно не терять людей. Да, что вы очень грамотно работаете, но и не только успеваете работать. Следим за вами в соцсетях, в интернете. Там вы часто рассказываете, и, кстати, о том, что ваши сотрудники активно участвуют в сдаче норм ГТО. Так ли это? Вы знаете, наши сотрудники участвуют в сдаче норм ГТО, причем активно. Это не разнарядка. То есть те люди, которые у нас сдавали нормы ГТО в МФЦ, это те люди, которые добровольно хотели пойти его сдать. И по результатам сдачи, то есть мы на своем уровне, посовещавших с заместителями директоров, решили, что почему бы нам действительно не примировать лучших спортсменов, которые будут у нас выбираться либо по результатам сдачи норм ГТО, либо по неким мероприятиям спортивным, которые проводятся нами самостоятельно. Ближайшие из них мы планируем провести 30 июля. Хотим собрать две команды работников МФЦ и поиграть в волейбол на пляже Ривьера для того, чтобы разрядить, скажем так, обстановку, дать возможность людям пообщаться. С учетом того, что Сочи – это город без курения, я думаю, что надо не только развивать информацию о том, что он без курения, но давать альтернативу. А почему он без курения? То есть нужна возможность заниматься спортом, общаться. То есть люди должны именно в спортивных мероприятиях тоже находить возможность общения, дружбы, какое-то единение коллектива. Поэтому работаем в этом направлении, пытаемся развиваться и думаем не только о спортивных акциях, но и о каких-то социальных акциях, которые могли бы быть полезны городу. То есть мы очень часто принимаем участие в субботниках, причем как в тех, которые проводятся на постоянной основе, так и в тех, которые необходимо провести ради того, чтобы привести ту или иную улицу в соответствующий вид. Неоднократно задумываемся об участии непосредственно нашего коллектива в каких-то социальных, может быть, проектах. То есть, насколько мне известно, мы присоединились к социальному проекту по сбору вещей, канцелярских принадлежностей для малоимущих, для людей социально незащищенных. Это всероссийская акция, то есть мы пытаемся принимать в них участие. По мере нашей возможности, мы, конечно, пытаемся принимать всевозможное участие в социальной жизни города. Просто пример для подражания коллектива МФЦ города Сочи. Илья Александрович, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу и исчерпывающие ответы. Большое спасибо и вам за приглашение. Напомню, гостем нашей программы сегодня был директор МФЦ города Сочи Илья Просветов. Будьте в курсе всех событий своего города и всего вам самого доброго. МФЦ города Сочи Илья Просветов. МФЦ города Сочи Илья Просветов.